Это программа День с Толком в студии Ирина Корчегина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Каково это быть инвалидом и жить в Алтайском крае? В общественной палате региона обсудили, почему доступная среда не всегда доступна. На фоне трагедии в Ульяновской области, какие меры безопасности в детских садах предлагают ввести барнаульские эксперты? Как подарить вторую жизнь старым джинсам? И почему выброшенная одежда приближает нас к экологической катастрофе? Сегодня в Алтайском крае ввели особый противопожарный режим. В этот период запрещено проведение пожароопасных работ в лесах, на землях сельхозназначения. Запрещено разведение костров, использование фейерверков, а также эксплуатация техники с неисправной выхлопной системой. Это может привести к возгоранию сухой травы. С середины апреля на землях лесного фонда уже произошло 34 пожара. Огнем поражено почти 540 гектаров. В ближайшие дни установится жаркая погода в регионе местами до 30 градусов. Поэтому риск возникновения пожаров очень велик. В Алтайском крае растет число самозанятых. Их уже почти столько же, сколько индивидуальных предпринимателей. Это огромный рост, если учесть, что режим самозанятости в регионе ввели меньше двух лет назад. И многие тогда восприняли его в штыки. Почему же жители Алтайского края стали выходить из тени и официально регистрировать свою деятельность в налоговой службе? Расскажем далее. Всего пара суток, как дизайнер интерьера Анастасия Гончарова, работает в новом статусе. И теперь она официально относится к числу самозанятых. К этому решению женщина шла осознанно. Почти 20 лет была сотрудником мастерской, но захотелось большего и для развития ушла в свободное плавание. В семье девушки принцип «все должно быть честно». Поэтому скрываться от налоговой Анастасия и не думала. Пошла и зарегистрировала себя как самозанятая. Эта система крайне понятна, крайне чиста, очень удобна. Сколько ты заработал, столько ты заплатил этот налог. Это удобно и для самозанятого, и для клиентов. Клиенты даже еще больше выгода получают. Если мы, допустим, платим юрлица, это 6%, они возвращают налог 20%. Ну, я так примерно говорю. С отменой налога на вмененный доход у россиян осталось несколько вариантов. Перейти на упрощенку, патент или стать самозанятым. Последнее поначалу вызвало большие сомнения. Людей пугал официальный статус и оплата налогов. Но 4% для физических лиц и 6% для юрлиц. Такие размеры многие сочли приемлемыми. И вот последние данные по краю. Число индивидуальных предпринимателей и самозанятых почти сравнялось. Хотя последнему режиму налогообложения в регионе не полных два года. Только с начала 22-го самозанятых стало на 30% больше. Причем выбирают этот режим и индивидуальные предприниматели. Из всех самозанятых, 44 тысячи их, порядка 6% имеют статус индивидуальных предпринимателей. Остальные это граждане, которые мы говорим о том, что они либо поменяли режим налогообложения, либо вышли из тени. Такого роста числа самозанятых. Но видимо режим очень популярным оказался. Право на формирование пенсии самозанятость тоже сохраняет. Самые популярные для этого режима сферы – бьюти, ай-ти, маркетинг, перевозки и ремонт. Ограничения по сумме дохода – не больше 2,6 миллионов рублей в год. А еще нельзя иметь наемных сотрудников. Впрочем, скоро в стране должен начаться эксперимент, допускающий у самозанятых штаты из пяти работников. Кстати, Анастасии с ее планами это бы подошло. Дальше я думаю, что да, мы будем расширяться. Скорее всего это будет ИП. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. День с толком. Ушесточить меры по охране детских садов и школ предлагает депутат городской думы Марина Панкрашова. Повод для инициативы – трагедия, которая произошла накануне в Ульяновской области, где психически больной человек проник в детский сад и расстрелял малышей. По мнению депутата и педагога, прежде всего стоит обратить внимание на кадровый состав частных предприятий, которые занимаются охраной социальных объектов, к примеру, тех же школ. Несмотря на то, что средства из бюджета Барнаула на лицензированные охранные предприятия выделяются приличные, считает депутат, многие школы по-прежнему охраняют те же бабушки, правда, в спецодежде. Хотелось бы, чтобы в охране ЧОПа были мужчины плечистые и фактурные, которые смогли бы оказать противодействие преступникам, которые, не дай бог, бы проникли на территорию детского сада или школы. И мне кажется, что здесь нужно ставить вопросы и на федеральном уровне, и на региональном, и на муниципальном уровне. Смотреть непосредственно не просто на наличие лицензии у охранного предприятия, но и о наличии кадров. А есть ли они кадры? А способны ли профессиональные кадры закрыть все общеобразовательные учреждения? Турникеты, которые стоят, рамки стоят. Это все хорошо, но их очень легко можно перепрыгнуть, перешагнуть. И здесь очень важен личностный фактор. Человек, который окажет противодействие в случае чего, который сможет среагировать. Этот вопрос, по мнению депутата, должны решать не родители и не директор школы, а предприятие, которое имеет лицензию, должно предоставлять в детские сады и школы услуги по охране. К тому же нужен единый стандарт безопасности для всех школ и детских садов страны, чтобы исключить подобные трагедии. Стоит в очередной раз обратить внимание и на то, почему справки на возможности владения оружием выдают без комплексного обследования людей. Кстати, за незаконный сбыт оружия, а также самодельных взрывчатых веществ и взрывных устройств сотрудники ФСБ задержали жителя Барнаула. Чтобы проверить поступившие сведения о причастности гражданина 82-го года рождения к незаконному обороту оружия, сотрудники ФСБ провели оперативно-розыскные мероприятия. В ходе которых мужчина незаконно продал пистолет ПМ, модифицированный из сигнального пистолета Р370, и 9 патронов калибра 9 на 18 мм, пригодных для производства выстрела. При совершении сделки житель региона также предложил покупателю взрывчатое вещество собственного производства. После этого успешно сбыл клиенту килограмм кустарно изготовленного вещества. Во время проведения обыска по месту работы мужчины был обнаружен пистолет, взрывчатое вещество, 29 патронов, 12 составных деталей огнестрельного оружия и не только. Часть изъятого арсенала уничтожили на месте. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Расследование продолжается. Включить в градостроительный совет Барнаула людей с ограничениями здоровья, разработать этику общения с инвалидами, пустить автобус до реабилитационного центра «Журавлики» – это одни из серии предложений общественников, которые направят в региональное правительство и ЗАГС Собрание. Накануне в Общественной палате края обсуждали доступность среды для инвалидов и пришли к выводу, что в специальных условиях нуждаются не только люди с ограниченным здоровьем. Доступна ли та самая доступная среда? Совсем не риторический вопрос обсудили в Общественной палате края ее представители, чиновники, эксперты. Многие из них уверены, что люди с ограниченным здоровьем нашу доступную среду не потянут. На Алтае живет почти 160 тысяч инвалидов, но скольких усилий стоит выйти из дома или прийти в нужное место? Как изменить ситуацию? Одно из предложений – подать грант на специальную разработку. Такого нет и в России нет, и у нас в крае нет. И приложения по разработке смартфона, например, те места посещения, любые аптеки, магазины, школы, спортивные сооружения, куда могут с ограниченными возможностями люди попасть без проблем. О проблемах знает не понаслышке Ирина Яковенко, девушка в инвалидной коляске. По ее словам, сейчас Барнаул более привлекателен для людей с ограниченным здоровьем, но часто доступную среду делают без учета ее эксплуатации. И, к примеру, вместо пантусов устанавливают аппарели, две железные рельсы или швеллера. По мнению Ирины, этому пора положить конец. На законодательном уровне отменить, вообще запретить употребление, установку аппарелей либо швеллеров, как замещение пандуса. Чтобы это было понятно, по швеллерам и по аппарелям невозможно подняться никому, ни человеку на инвалидной коляске, потому что не попадешь в размер колесиков. Впрочем, такие условия нужны не только инвалидам, согласились участники, но еще и мамам с колясками или пожилым. Поэтому вместо словосочетания «доступная среда» Ирина предлагает говорить универсальный дизайн. Еще одна ее идея – сделать число парковок для инвалидов близким к реальности и к выходу с парковки тоже. Кстати, по данным властей, большинство социальных учреждений, поликлиники, больницы, школы, отделения соцзащиты оборудованы для инвалидов. Из 246 заведений в крае адаптировано 195. Начиная от санитарных комнат, пандусов, обучения специалистов, введения в штат специалистов, владеющих русским жестовым языком, таблички с штрихбрайлем. Это не один какой-то пункт или мероприятие, а это целый комплекс, что если это учреждение приоритетное, то оно должно соответствовать всем этим требованиям. По итогу заседания участники также предложили включить в Городостроительный совет Барнаула людей с ограничениями здоровья, а также организовать автобус до реабилитационного центра «Журавлики». Все свои идеи палата направит в правительство края и ЗАГС собрания региона. Климат в Алтайском крае к 2050 году серьезно поменяется. Средняя температура воздуха, по оценкам экологов, поднимется на 3,5 градуса. В этой связи подчеркивают специалисты. К вопросу потребления ресурсов нужно подходить все более осознанно. Как изменить подход к потреблению и избежать экологической катастрофы, смотрите в следующем сюжете. Меняются размеры, вкусы, и ненужные вещи становятся мертвым грузом. Его отправляют на свалку. Среди хлама на полигонах особенно много одежды. Ее производство и невозможность утилизации негативно влияют на экологию. Руководитель сети благотворительных магазинов Юлия Панарина считает, блузкам и юбкам, как и любому предмету в доме, можно и нужно дарить вторую жизнь. Мы применимаем путь этой вещи, может быть, самый разный. Люди придают к нам ненужные вещи, книжки, игрушки, постельные принадлежности, детские вещи, потому что дети очень быстро растут, и эти вещи становятся по факту ненужными. И уже потом они попадают не на мусорку, а идут в благое дело. И даже порванную одежду не стоит отправлять на свалку раньше времени. Ей тоже можно найти применение. К примеру, старые джинсы в умелых руках превращаются в эко-сумки и шоперы. Один из важных советов – это регулярно проверять свой гардероб на нужность-ненужность, а для покупок составлять чек-лист, чтобы не покупать ненужные вещи. Второй прямой совет, который, естественно, напрашивается, это использовать не пакеты, а эко-сумки, шоперы и так далее. Для походов в магазины не покупать, например, кофейные стаканчики, потому что они, если вдруг вы не знали, не перерабатываются. Поэтому тоже можно использовать здесь многоразовые стаканы. Вдумчиво и бережно относиться к природе не просто дань моде, а уже необходимость, говорят волонтеры организации «Мусора больше нет». Они проводят просветительские лекции в школах, чтобы формировать эко-культуру у подрастающего поколения. Дети, они лучшие слушатели, по-моему. Они очень быстро вникают, они очень быстро активизируются и загораются этой идеей, они хотят этим заниматься, приводят своих родителей к этому. Экоактивисты призывают и взрослых относиться к природе гуманнее. Иначе сегодняшние дети будут жить в мире, где о свежем воздухе и чистой воде можно будет только мечтать. По мнению ученых, экологические проблемы серьезно угрожают планете уже сегодня. Пожары, наводнения, ураганы происходят все чаще. А если не изменится массовое сознание, то климатическая точка невозврата настанет в среднем уже через 20 лет. Эльза Раевска, Александр Антропов, Андрей Печоркин. День с толком. И вот буквально сегодня в Барнауле бушевала торнадо. Атмосферный вихрь случился недалеко от промзоны, в районе одного из гипермаркетов. Офигеть! Очевидцами разгула стихии стали несколько человек. Горожане сняли торнадо на видео и выложили в соцсети. Добавим, это уже второй смерч в городе за последнее время. Так, 11 апреля вихрь кружил на площади Свободы, а летом прошлого года в Троицком районе. Отметим, еще не так давно считало, что в нашем регионе подобное природное бедствие случиться не может. Однако в последние годы ученые регулярно предостерегали. Масштабные вырубки леса и, как следствие, опустынивание земель приведут к природным бедствиям, в том числе и торнадо. Как видим, прогнозы ученых, к сожалению, сбываются. В Барнауле прошел второй этап соревнований на звание лучшей команды МЧС России по аварийно-спасательным работам при ДТП. На стадионе Смертина собрались самые сильные команды Сибири, чтобы показать свои навыки. Подробнее в сюжете Софии Яценко. Демонтаж кузова, эвакуация и помощь пострадавшим, ликвидация возгорания. Посоревноваться в навыках аварийно-спасательных работ при дорожно-транспортных происшествиях приехало 8 команд из разных регионов Сибири. Все команды, которые представляет сегодня Сибирский федеральный округ, это те команды, которые стали лучшими по данным видам соревнований в своих регионах. Поэтому всех участников соревнований рады приветствовать на территории Алтайского края. Я уверен, что соревнования, которые пройдут сегодня, это будут соревнования очень достойного, достойного качества. Навыки нужно продемонстрировать максимально быстро и желательно без ошибок. Я считаю, что мы выступили достойно, хорошо, готовились, старались. Были нюансы, но мы, я думаю, с ними справились. Здесь представители Сибири, так скажем, и у них подготовка достаточно на высоком уровне. Здесь уже, чтобы выиграть, нужно побороться, так скажем. По словам участников Томской команды, соревноваться в гостях сложно. Инструменты, сами тренажеры в виде авто отличаются от тех, на которых привыкли тренироваться. Однако и спасателям из Алтайского края, несмотря на домашнее поле, пришлось нелегко. На этот раз они замыкают восьмерку. Последними выступать тоже не очень хорошо. Смотришь на команды, где-то видишь лучше, какие-то элементы делают, где-то хуже. И уже в голове начинаешь, а может быть так бы я сделал, может быть так. И поэтому желательно лучше смотреть, уйти, осидеться. И вот как настрой был, как тренировались, молча выйти и пробегать. Три команды с лучшими результатами продолжат соревноваться, отрабатывая навыки на настоящих автомобилях. Победители представят Сибирь на всероссийских соревнованиях, которые пройдут в Санкт-Петербурге. София Иценко, Алексей Фризин, День с толком. 900 сильнейших боксеров из 50 регионов России приехали в Барнаул. Здесь накануне стартовал пятидневный чемпионат и первенство России по кикбоксингу в разделе «Фуллконтакт». Открытие в Титов-арене было масштабным. Подробнее в нашем материале. По канонам открытие крупнейших международных российских стартов актеры музыкального театра на сцене Титов-арены исполнили отрывки из мюзикла «Ползунов». Барнаул уже не впервые принимает у себя спортивные старты высокого уровня. В 2021 году у нас прошел Кубок мира по гребле на байдарках и каное, юниорское первенство России по боксу, этап международного ралли «Шелковый путь». А вот чемпионат России по кикбоксингу Краевая столица принимала 25 лет назад. Я уверен, просто убежден, что нынешние соревнования безусловно будут новой яркой страницей в развитии кикбоксинга и нашей страны, и, конечно, нашего региона. Президент Федерации кикбоксинга России поблагодарил организаторов турнира за масштабный праздник открытия, отметив, что сейчас наши спортсмены переживают не лучшее время. Их отстранили от международных стартов, а ведь они всегда были одними из лидеров в мире. Но со своей стороны пообещал сделать все возможное, чтобы этот вид спорта продолжал развиваться. «Я обещаю победителям чемпионата России, что мы сделаем все для того, чтобы вы не выпадали за войны и смогли вновь и вновь демонстрировать свое спортивное мастерство. Мы создадим свою альтернативную систему международных соревнований и будем продолжать прохладать нашу страну». Среди тех, кто на турнире представляет Алтайский край, победители первенств Европы и мира. К слову, первые бои состоялись уже накануне. К примеру, 15-летний представитель клуба «Стик» Сергей Северов одержал победу над Константином Ижболдиным из Приморского края. Финальные поединки чемпионата России пройдут 29 и 30 апреля. Вход в Титов-арену, где и проходят бои для зрителей свободной. И накануне в краевой столице стартовало первенство Сибирского федерального округа по боксу памяти Василия Данилова. Выяснять, у кого удар сильнее, будут две сотни спортсменов из разных регионов Сибири целых пять дней. Подробности смотрим далее. Ринг более двухсот юношей из разных регионов Сибири и все рвутся в бой. 16 весовых категорий, начиная от 37-40 килограммов, заканчивая самым тяжелым весом в 90. Те, кто уже вышел с ринга, делятся впечатлениями. На открытие турнира приехала дочь Василия Данилова, которая, как никто другой, знает, что и для ее отца значил бокс. Говорит, это была вся его жизнь, но увидеть такое количество юных спортсменов не ожидала. Я рада, что столько много воспитанников сейчас. Почему-то я думала, что сейчас как-то утихло это все. Может быть, информации меньше. Но я поняла, что дело живет. Поэтому он бы очень порадовался, если это все увидел. Турнир пройдет в несколько этапов. Предварительные бои, четвертьфинальные, полуфинал и финал. Победители наградят 30 апреля в школе бокса «Алтайский ринг». София Яценко, Андрей Печеркин. День с толком. А у меня на этом все новости. Смотрите нас на 23 кнопки и в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...